МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии Дмитрий Краснов, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики Дмитрий Иванович. Добрый день. Самая обсуждаемая в последнее время тема, тема дня, можно сказать, это послание главы государства. Что вы, как руководители ведомства, для себя отметили в первую очередь? Основные вещи, на которые я обратил внимание лично я, в части, касающиеся бизнеса и в части, касающиеся развития экономики, прежде всего, это появление нового инвестиционного ресурса в виде инфраструктурных кредитов. Конечно, данный инструмент точно должен позволить создать условия, площадки, инфраструктуру для развития экономики в целом, ну и в частности нашего региона. Отдельно отмечаю для себя, что из фонда национального благосостояния будут выделены средства на опорной магистрали Москва-Казань, М12, то, что планируется завершить в 2023 году до Казани, дальше магистраль проливается до Екатеринбурга. Соответственно, в 2023 году, если мы сдаем эту трассу М12, у региона появляется дополнительная возможность развить те территории, через которые будет проходить данная трасса. Это, безусловно, для нас потенциал роста экономик тех районов, тех муниципалитетов по территории, которые будет проходить данная трасса. Отдельно хотел отметить блок, прям озвученный конкретно в части, касающийся туризма. Это и кэшбэк так называемый, что он будет продлен до конца года по всем туристическим поездкам по России. Здесь мы внесли в эту программу все наши санатории Чуварской Республики, поэтому жители, кто может, граждане Российской Федерации, кто захочет посетить наши санатории на территории Чуварской Республики, и также могут получить кэшбэк до конца года. Это, конечно, для нас дополнительный стимул. Плюс также возвращается половина стоимости путевок при поездке детей в детские лагеря. Часть средств возвращается за путевки в каникулярный период. Отдельным тезисом идет блок, связанный с молодежью, что теперь в каждом нацпроекте выделяется специальный раздел, направленный на поддержку молодежи. Это не может не радовать. Также выделяются гранты на развитие технопарков, новых программ обучения. В принципе, посыл этого послания в части бизнеса в целом мы оцениваем положительно, в том числе с конкретными поручениями, мы так понимаем, после послания, в части развертывания инфраструктуры для развития бизнеса, малого и среднего предпринимательства и экономики в целом. Давайте сейчас все-таки вернемся к экономике Республики. Как вы оцениваете ее позиции в данный исторический период? Безусловно, 2020 год, конечно, унес непоправимые коррективы в планы экономики в целом. Непоправимый вклад. Да, непоправимый вклад в экономику. Но мы отмечаем, что за первый квартал основные макроэкономические показатели, которые нас настораживали весь этот год, начинают потихонечку выправляться. В частности, товарооборот, оборот розочной торговли, мы смотрим, что за последний квартал каждый месяц динамика положительная. Индекс плюс 2, плюс 3 процента роста каждый месяц. Видим, что безработица у нас сокращается как официально зарегистрирована, так и по методологии. Идет снижение этого показателя. По обрабатывающей промышленности, по промышленности мы еще пока отмечаем, конечно, падение относительно прошлого года. Но понятно, что первый квартал – это еще допандемийный период. Но, тем не менее, мы видим, что идет восстановление, и темпы уже совсем другие. Допустим, там практически выровнялись по итогу прошлого года, по темпам роста. Это тоже не может не радовать. То же самое касается номинальной заработной платы работников организации. Мы отмечаем здесь тоже рост плюс 5-6 процентов относительно прошлого периода. Что еще? Ну, хочется сказать, в рамках комплексной программы социально-экономического развития и индивидуальной программы предприняты совершенно конкретные мероприятия по созданию условий. Мы до 2024 года в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития должны и построить, ввести в эксплуатацию промышленно-индустриальные технопарки. Заявляемся на особую экономическую зону. Мы понимаем, что в ТАСЭР у нас появляются новые резиденты, появились новые резиденты в ТАСЭР-Канаш. За прошлый период, где-то за квартал, за полгода прошлого года у нас появилось плюс 9 резидентов, было всего 3. Мы за полгода цифру делили до 12, а теперь у нас в Канаше 12 резидентов с конкретными подписанными цифрами по инвестициям, по рабочим местам и так далее. Это около 3,5 миллиардов рублей инвестиций от этих 9 резидентов и создание около 500 рабочих мест. В целом мы понимаем, что сейчас это такое оживление. Надеемся, что те меры поддержки, которые уже были доведены своевременно и в прошлом году, и в этом году дополнительные средства направляем на поддержку малого и среднего предпринимательства, мы, конечно, здесь отмечаем большую отдачу от малого и среднего предпринимательства, от бизнеса в том, что эти меры поддержки работают. Вот мы миллиард рублей направлены в прошлом году на поддержку по линии гарантийного фонда, по линии льготных займов. Мы видим, что данная мера поддержки самая популярна, ей пользуются, и, в принципе, эти льготные программы позволили многим сохранить свои бизнесы. И в целом по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, с учетом самозанятых, мы отмечаем даже рост субъектов малого и среднего предпринимательства. Но будем следить, смотреть, работать дальше, предпринимать все усилия для того, чтобы бизнес и предпринимательство в Чувашской республике развивалось. Дмитрий Иванович, ну все-таки год прошел, тяжелый, действительно очень тяжелый год. Какие последствия для малого и среднего бизнеса все-таки отмечаются? Или удалось более или менее бескровно пережить? Свою деятельность прекратили порядка 10 тысяч субъектов МСП, но в то же время появился новый режим, так называемый самозанятый, который переходит уже немножко в другую форму организации. С одной стороны, 10 тысяч субъектов МСП у нас ушло, то есть реестр, а с другой стороны, порядка 15 тысяч добавилось с учетом самозанятых. Поэтому мы видим, что по количеству субъектов у нас плюс. Проекты и бизнесы, которые очень сильно были зависимы от пандемии на этой истории, конечно, это общепит, и сфера услуг, конечно, пострадали. Но мы сейчас понимаем, что за этот период прошла некая трансформация и бизнес-моделей, и идей, и форматов работы. Все переходят на дистанционку, без интернета уже никуда, цифровизация, цифра. Этот кризис обнажил те проблемы бизнес-моделей, о которых, в принципе, говорили. И сейчас идет перестройка всей системы, в том числе с учетом новых реалий. И в то время, в которое мы входим, оно точно уже изменилось. Поэтому учитывать те риски, учитывать то, что новое потребление, потребление услуги, потребление продукта уже поменялось. То есть человек и покупатель, клиент начинает пользоваться другими способами приобретения тех или иных услуг. Поэтому если бизнес скорректировал свои модели, смог сориентироваться, они даже прибавили. Особенно те, которые работали в цифре, те, которые были в онлайне. Какие отрасли показывают, скажем, наиболее активную динамику, а какие наоборот, если можно так выразить, спросили? Ну, кроме общепита и развлекательных. Ну, как я уже говорил, в первом квартале мы отмечаем восстановление потребительской активности. Розничный товар, оборот, восстанавливается. Мы видим динамику положительную. Из месяца в месяц – это плюс 5-6% каждый месяц относительно прошлого периода. По обрабатывающей промышленности отмечаем улучшение. За январь-март у нас рост плюс 6%, в том числе за счет обрабатывающих производств. Это выше на 6%, чем в прошлом году. Соответственно, динамику мы видим, что промышленность восстанавливается. В традиционной сфере экономики Чувашской сельского хозяйства также отмечается рост. Несмотря на ковидный год, был рост плюс 5% роста сверху. И мы видим, что по сельскому хозяйству идет положительная динамика. Это и по основным видам продукции. Здесь плюс. Видим, что произошло снижение в части отрасли строительной. Здесь, конечно, у нас и сокращение количества заказов и на коммерческие объекты, и на объемы делевого строительства и жилья. Но, тем не менее, опять же, мы на этот год ставим перед собой амбициозные задачи и планируем восстановить те темпы, которые у нас были до ковидного периода. Если говорить о сценариях, есть же два варианта развития событий. Негативный сценарий и позитивный. По какому сценарию развивалась экономика в первом квартале? Когда мы изучали стратегию развития региона, мы понимали, что 2021 год – это год восстановления экономики до уровня ковида. мы видим, что это восстановление начинает… Мы видим это восстановление. Понятно, что еще последствия будут в тех отраслях, которые наиболее сильно пострадали от ковида. Эти последствия еще имеют такой более долгий, наверное, лаг по времени. Но в целом задача минимум – это восстановление экономики до тех показателей, которые были до ковида. Задача максимум, как вы говорите, положительные сценарии, конечно, это рост. Мы планируем, конечно, рост плюс 2-3% экономики в год. Будем смотреть, как ситуация с ковидом будет развиваться и что будет с потреблением, с выбором, с форматами. В целом вот эти два сценария – вилка. Либо мы восстанавливаемся до уровня, положительные сценарии плюс 2-3% в год рост. Какие инструменты вы намерены задействовать для того, чтобы добиться вот этого роста? Инструменты поддержки предпринимателей, производителей? Безусловно, здесь те инструменты, которые уже существуют, они заложены в программы. Прежде всего, это и индивидуальная программа социально-экономического развития. Здесь у нас в этом году появляется новая мера поддержки по стимулированию жилищного строительства. Это и по ипотечным кредитам, субсидирование первоначального взноса, и по определенной категории граждан, и по инфраструктуре, которая будет способствовать увеличению объема строительства жилья. Также мы в этом году направляем существенные средства на наши институты поддержки бизнеса, в мой бизнес. Это и микрофинансовая наша организация, АПМБ, и гарантийный фонд. Около 650 миллионов рублей поступят на докапитализацию этих институтов развития. И этими средствами также может воспользоваться предпринимателем для реализации своих проектов, ну или для, так скажем, подстраховки операционной деятельности своей. Не так давно в Республике прошло выездное совещание нескольких комитетов Совета Федерации, и на этом совещании речь шла об исполнении индивидуальной программы развития, принятой в апреле прошлого года, то есть год мы проработали в этой программе. Как она выполняется? Ну, в целом, в рамках той индивидуальной программы, которая на пять лет будет действовать в Чувашии, каждый год выявляется по миллиарду и направляется на те или иные мероприятия. Вот всего 19 мероприятий заложено, в том числе пять, которые носят меры государственной поддержки с деньгами. Здесь мы работаем, первое, это создание производственных площадок. В рамках этой программы должно появиться три промышленных технопарка, индустриальных парка и пять частных технопарков, то есть, по сути, производственные площадки. То есть мы должны создать условия для более простого старта производства, чтобы предприниматель и бизнес не ломал голову, где найти земельный участок для производства, как подключить к коммуникациям, как построить, что построить. Наша задача – обеспечить эти условия, чтобы он максимально быстро мог найти ту производственную площадку, на которой он может реализовать свой проект. Второе направление – это поддержка малосредственного предпринимательства. Из пяти миллиардов, по-моему, около трех, 2,8 миллиарда будет направлено именно на поддержку МСП. Это льготные займы кредита и гарантийный фонд. Ну, по сути, поручительство от Республики по тем кредитам, тем программам, по которым предприниматели приходят в банк и берут кредит. У нас один из самых высоких в Палужии объем гарантий, которые Республика готова дать нашим предпринимателям. До 100 миллионов рублей за проект. Третий блок – это жилищное строительство. Как я уже говорил, с одной стороны, субсидирование ипотечных ставок. Ну, или мы сейчас перешли на субсидирование первого взноса для определенной категории граждан. С одной стороны, мы стимулируем спрос, платежеспособный спрос. И, с другой стороны, мы создаем условия, чтобы строители строили как можно больше жилья, и чтобы у нас появлялись метры свободные для реализации. Как раз на совещании с нашей стороны прозвучало сожаление о том, что Чувашия не вошла в программу льготного ипотечного кредитования. И есть какие-то перспективы? То есть, возможно ли вернуться к этой теме и каким-то образом продолжить ее действие? Для нас это действительно было неприятной, неожиданностью, что, несмотря на то, что у нас действует индивидуальная программа социально-экономического развития, что входим в «десятку» так называемую, нас оставили за бортом этого льготного ипотечного кредита. Мы выразили это сожаление и настраиваемся на работу по этому управлению с тем, чтобы все-таки были какие-то коррективы внесены. Безусловно, для нас это позволило бы дополнительно простимулировать платежеспособный спрос на квадратный метр, который строим. Решение принято. Республики в этом списке нет. Но, тем не менее, мы надежду не оставляем. Будем работать и добиваться того, чтобы все-таки по льготной ипотеке республика вошла в состав списка тех регионов, где эта программа действует. В прошлом году практически одновременно с программой индивидуального экономического развития республики были приняты еще два документа, которые вы уже упоминали. Это стратегическая программа и комплексная программа. Поясните, пожалуйста, как эти три программы уживаются между собой и как они друг друга дополняют? У нас есть стратегия. Она до 2035 года принята законом Чувашской республики. В эту стратегию до 2035 года мы вживили, ну, так называемую, нашу пятилетку. Это комплексную программу социально-экономического развития, где прописаны в разрезе каждого муниципалитета конкретные программы и инфраструктуры, проекты инфраструктурные, инвестиционные, где есть четкое понимание, ну, некий базис, от которого можно отталкиваться. Вот это некая наша пятилетка. Стратегический план. Это до 2035 года, то есть видение, в какое направление нам двигаться. И есть вот эта пятилетка, как она называется, комплексная программа социально-экономического развития, в рамках которой мы работаем. Отдельно существует программа, которая подписана председателем правительства Российской Федерации на пять лет. Это индивидуальная программа, которая разработана специально под Чувашскую республику. И вот там поделены вот эти 19 направлений, на которые выделяются 5 миллиардов рублей до 2024 года. Скажу больше, что мы сейчас работаем над тем, чтобы продлить еще на пять лет эту программу с дополнительным финансированием, не меньше, чем предыдущие. То есть она оказалась действительно очень удобным механизмом. Ну, Чувашская республика, всего 10 регионов, а Чувашская республика по итогам прошлого года единственная, кто выполнили на 100% все взятые на себя обязательства в части реализации вот этих вот плановых там показателей, которые спускают. То есть мы на 100% использовали все инструменты, которые были предусмотрены в прошлом году. Более того, динамика, которую мы видим, она показывает, что данные меры поддержки, они создали даже во время ковида, в пандемийный период, и новые рабочие места, и новые инвестпроекты. Поэтому здесь, конечно, хочется отметить и работу нашего центра «Мой бизнес». Кстати, по итогам рейтинга, который был недавно, недели, по-моему, две назад в Калининграде, министр экономического развития России Максим Мишетников представлял рейтинг регионов, где работает вот этот вот институт «Мой бизнес». Чувашия взяла первое место в своей категории по работе «Мой бизнес» как института поддержки предпринимательства. Поэтому здесь для нас, конечно, с одной стороны, это оценка того, что удалось сделать. Во-первых, мы собрали всех в одном месте, все институты развития. Теперь в режиме, по сути, реально одного окна предприниматель, бизнес может получить все меры поддержки, то есть не бегать по всему городу, как государственные, так и бизнес-сообщество, и торгово-промышленная палата, и опоры России, деловая Россия, и все необходимые инструменты, которым может воспользоваться предприниматель в рамках одного центра «Мой бизнес», все это сконцентрировано. Вот туда мы направляем на поддержку этих институтов развития дополнительных средств, с тем, чтобы предприниматель мог в режиме реального времени, в том числе с использованием цифровых решений, мог получить всю линейку необходимых мер поддержки для того, чтобы либо начать новый проект, либо поддержать действующий. Дмитрий Иванович, прошлый год еще очень такое усиленное ограничение. Производителям пришлось отказаться от выставочной деятельности, от участия в каких-либо крупных форумах. Сейчас вроде бы ситуация немножко управляется. Вот «Релавэкспо» прошло у нас совсем недавно. Какие планы у производителей республики, у промышленников республики, у субъектов малого и среднего бизнеса на участие в таких мероприятиях? И что мы хотим принимать у себя сами, что мы намерены? Ну, хотелось бы отметить, что выставка «Релавэкспо», безусловно, она прошла, проходит, да, проходит она довольно-таки успешно. Очень большое количество участников, около 240 заявленных юридических лиц со всей страны, даже международные участники есть. Был большой наплыв, действительно, наверное, люди соскучились. Профессиональное сообщество в этой узкой тематике реления защиты и автоматизированных систем управления в электроэнергетике собрались на одной площадке, обмениваются контактами, мнениями. Приезжали к нам и федеральные чиновники, представители госкорпораций. Соответственно, конечно, эта выставка для нас знаковая, проходит раз в два года. Получили хорошую оценку и понимаем, что мы точно должны участвовать, наши предприятия должны показывать свои и достижения, и наработки, а нам действительно есть, что показать. На этой выставке мы видели, каждый участник тоже мог убедиться в том, что нам есть чем гордиться. У нас есть уникальные решения, которых нет нигде в стране, только здесь, в Чебоксарах. Поэтому здесь мы точно законодатели МОД и должны сильную свою сторону поддерживать эту ставку, держать на должном уровне. Касательно других выставочных мероприятий, ну, здесь, конечно, мы молимся над тем, чтобы пандемия не сыграла с нами злую шутку. Мы планируем проведение, да, есть в планах там порядка, по-моему, 30 различных мероприятий, где мы хотим принимать участие. Мы договаривались с сообществами, что было бы здорово выступать на этих выставочных площадках под единым брендом Чувашской республики. И эту работу мы продолжаем, будем вести в части, касающейся там конкретных выставок, где мы будем участвовать. Значит, для нас ключевые выставки, безусловно, это отраслевые выставки по нашим основным отраслям. Это и такие, значит, площадки, где собираются, так скажем, та аудитория, которая нам интересна с точки зрения налаживания взаимодействий, связи, это вот и «Армия-2020», и выставки отраслевые по мышиностроению, электротехнической тематике. Ну, безусловно, это и агро-выставки, вот недавно и «Продэкспо» прошло. 23-24 июня мы планируем проведение мероприятий в Чебоксарах. Готовимся к этому мероприятию. Здесь будет, значит, надеемся, что не просто интересно, но и полезно, и формат, который мы хотим задать, он должен привлечь большое количество участников. Пока, наверное, детали не будем раскрывать, пусть это будет некой такой изюминкой. Но, в общем, мы готовимся к Дню Республики и в части проведения здесь мероприятий, большой выставки. Вот, наверное, как и так. Ну что ж, спасибо вам большое. Я желаю и вам, и нам всем очень удачного с точки зрения экономического развития года. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова